И снова здравствуйте, всем привет! Итак, на вопрос, что же происходит с мультфильмом Робинзон Круза, не бросил ли я его, куда я пропал, именно с информацией и дальнейшим продвижением сценария, сцен, я с ним пытаюсь работать. Очень большой объём, который не получается, то время нет, то желание, и, в принципе, мелкими шагами я надеюсь, что приду к этому завершению этого мультфильма. Возможно, где-то какие-то сцены возьму, плагиат именно, ну, какие-то части, да, скопирую с каких-то мультфильмов Робинзон Круза, тоже возьму. Но вот именно с этим окружением, с этими персонажами всё это дело постараюсь как-то всё-таки закончить. когда-нибудь. И вот такая информация. Возможно, кому-то из вас будет очень она нужна. Мой друг Макс Надольный, который помогает именно информации, помогает с проблемами, которые, ну, с вопросами, которые я не знаю, сделал вот такую штуку. Сейчас я вам покажу. Это версия Blender 3.2 Alpha. Он её немножко тут подкорректировал. Так, это Color Manager. Вот он. Сейчас я покажу, как он работает. Но сначала давайте посмотрим в предыдущей версии, что здесь вот находится. Итак, версия Blender 3.1. Открываем тот же самый Color Manager. Смотрим. Видите, сколько тут именно камер. Вот Medium, Low, Contrast. Если переключимся вот в фильмик, то можно так на фильм, по-моему. А, нет, здесь просто фильмик есть. Переключаемся. И у нас вот столько именно камер. Контраст. Вот в таком варианте. Потом вот в таком. Можно здесь делать Exposure. Exposure и гамму отменять. Вот такая штука. Ну, вот корректировать именно внешний вид вот этих всех сцен. Ну, вариантов очень мало. Вернёмся к версии 3.2 Alpha, которую можно скачать именно на канале Max Надольный. Ссылку оставлю в описании. Заходите, там есть эта ссылка для скачивания версии 3.2 Alpha. Итак, теперь версия 3.2 Alpha. И посмотрим, гляньте, сколько камер вот этих. Сколько возможностей именно для окружения, корректировки. Вот вы видите, контрастность можно здесь делать. Гамму, допустим, тоже прибавить. И уже мультфильм будет именно как... Можно мультфильму, сценам сделать как бы свой стиль, да? Плоть до того, что здесь есть вот фильм, настройка. Потом фильмик лог. И вот фильмик, который базовый. Стандартные, базовые, это вот внизу. Very Low Contrast. Вот. Все, которые есть в версии 3.1, это здесь. И пошли новые. Вот. Здесь можно уже... Оп. Гляньте, как сцена становится выглядеть. Опа-на. Вот это дело. Вот так. Чуть-чуть гаммы уменьшить. Уже четкость. Можно сделать как будто вот сумерки, да? Вот они. И здесь крадется какой-нибудь там вор, допустим, или круза пьяный возвращается именно домой. Потом чуть-чуть меняем камеру. Камеру можно менять с помощью зажатой Ctrl и просто мотать колесико. Вы видите, как переходит по всем камерам. Совсем другой вид. Если мы сейчас чуть-чуть прибавим гаммы. Вот солнечный денек. Внешний вид офигенный. Так, я камеру пока могу отключить, чтобы она вас не отвлекала. И посмотрим, какой тут внешний вид. Во. Наведем на таверну. Делаем какой-то ракурс. Ставим здесь, допустим, персонажей. И мотаем дальше. Во. Вообще бомба. Сумерки добавим. Вот уже интрига. Можно ему фильмы какие-то делать. Вот если сейчас вот такую гамму поставим. на мигамму экспрессор 5. То получается, здесь уже можно какую-то сцену или в другом окружении сделать сцену, где, допустим, воры грабят банк. Будет очень прикольно. Такие тени идти. Оттенок именно персонажей будет. Думаю, будет классная штука. Так, ладно. Прибавим дальше. Смотрим дальше. Контрол. Мотаем, 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 мотаем. Вот видите, переходы световой гаммы какие классные. Так. А здесь уже другой такой стиль мультфильма может быть. Как бы вот если сейчас я прибавить, можно даже дорисованного, наверное, догнать. Так. Это гамму чуть уменьшим. Но уже другой вид. Уже настроение мультфильма, сцены будет меняться. В зависимости от этих вот разных цветовых гамм вот этих окружения. Мотаем дальше. Так. Что у нас тут получается? Здесь у нас резкость. Так, так, так. Во. Но это уже больше, наверное, подойдет. Вот это вот. Как вот это световая подойдет к гамму. Допустим, где горят именно, как их называют, пакелы. Какой-то приглушенный свет. Оттенки. Заговоры какого-то. Ну, вот что-то в этом духе. О, меняем дисплей девис на xyz и получаем совсем другую картинку. Вот так. Смотрим. Вернем. А здесь мы не вернем. Мы можем только здесь уменьшить. И вот у нас уже ночь. Если мы сейчас добавим сюда еще источники света. Вот в город. У меня их тут просто не стоит. То будет совсем другая картина. Давайте попробуем. Значит так. Это источник света. Лифтсон. Переключимся. И поставим где-то... Так. Тысяча многовато, наверное, будет. Даже можно не... Это будет выбрать не солнце, а поинт. Тут же уже источник света стоит. И поинт можно увеличивать. Допустим, поставим 20 тысяч. Так. Найдем источник света. Вот он. Он где-то спрятался. Где он? Вот оно. Аж за островом. Сюда его. И 20 тысяч. Тогда будет многовато. Вот ставим и он. И ставим где-то 5 тысяч. Сюда немножко подводим. Нам нужна таверна. 5 вольт. 20. И пониже. Опа. Вот мы можем здесь играть. Добавлять дополнительные источники света. Создавать вообще интригу. Ну, согласитесь, здесь вот теперь здание подсвечено. Вот. Вот так, да? Это может быть сцена даже на кладбищной. Ну, значит, с этим делом я посижу. Поперебираю разные варианты. Вот. Вот здесь у нас под. Р. О. Это вообще другая история. Так. И посмотрим, как это все дело будет выглядеть. Можно даже заанимировать вот так вот этот источник света. И когда-то сначала с темноты подходит он, светит на дверь. Назад светить оттянем. Больше задим ему амплитуду. Больше источника света. Меньше источника света. И теперь поиграем вот этими, значит, настройками менеджер-каллова. Если мы поставим стандартную базу, то будет вот так вот. Если поставим альфа-акваскалор, чуть-чуть и так вот уменьшим. G. Подведем его побольше. И вот сделаем какое-нибудь освещение отдельного здания. Control зажимаем. Смотаем. Ищем интригу. Во. Так. Зеленоватый такой цвет. Во. Вот это вообще классная штука будет. А ну-ка. Вот. Возьмем вот этот ракурс, допустим, где-то в гаши. Куда падает источник света. И все. Пожалуйста, уволяй. Уже какой-нибудь блокбастер. О, вот это классная штука. Итак, заходите по ссылке в описании. Скачивайте вот эту вот настройку как Blender 2.3.2. Альфа. И вперед к новым историям. К новым сюжетам. Вот. Вот это бомба. Все. Всем пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok